Политическим служащим позволительны перелеты, но возмещается только эконом-класс. Об этом рассказал министр Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената. Как признался министр финансов, некоторые высокопоставленные чиновники летают спецрейсом для VIP-персон, но бывает это редко. Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что командировка зампремьер-министра Султанова в Алматы Итвалдурган обошлась в 9,6 миллиона тенге. Пресса спрашивает об этом уже не первого чиновника, но на вопрос, почему так дорого за счет налогоплательщиков, ответа так и не последовало. Стало известно, что политики могут летать на самолетах, но не бизнес-классом. Этих политических служащих назначает на должность президент. К ним относятся Акима областей и министры. Если это перелеты, связанные с работой, непосредственно командировочным процессом, командировкой, то, естественно, по закону позволительно не всем государственным случаям, политическим, я точно знаю, позволительно перелеты с самолетом. Но оплачивается, только возмещается эконом-класс. Как признался министр финансов, некоторые высокопоставленные чиновники летают литерным рейсом. Это условное название авиарейсов высокой важности, перевозящих ценные грузы или весьма именитых персон, чаще всего первых лиц государства. При полете литерный борт обладает наивысшим приоритетом. Движение других рейсов ограничивается в зоне движения литерного. Также на литерные рейсы могут не распространяться ограничения, введенные для обычных рейсов. И главное, рейс перевозит специально охраняемых государственных деятелей. Что касается литерных самолетов, они позволены, так скажем, летать этим, то есть, бортом, да, правительственным бортом, не всем. Там тоже определенные условия прописаны, сейчас точная опция не могу сказать, но это тоже, опять-таки, в связи с необходимостью служебных поездок. И то с разрешения премьер-министра, руководства страны. Но, как известно, кроме билетов чиновникам дают суточные. Ранее экс-глава антикора Шпикпаев говорил о злоупотреблениях чиновников в командировках и нескончаемых комплексных проверок низовых структур, традиционно сопровождаемых поборами, застольями и подношениями. В то же время в странах ОЭСР, на стандарты которой мы и равняемся, такой проблемы просто не существует. Никто никого не принимает, а проверки осуществляются за счет дистанционного контроля. Бауржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.